привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня у нас необычный день и необычная съемка сегодня мы будем выносить мозг это шутка но теперь о рецепте у меня на столе лежат телящие мозги свежайшие они очень ароматные глаз запах свежей крови только что убитого животного сегодня проведу эксперимент потому что рецепт необычный это мозги они свежайшие и очень вкусные как вы уже знаете я очень люблю готовить по технологическим стандартам но меня всегда озадачивал один вопрос в справочниках для общепита указано как готовить субпродукты и я с такими параметрами абсолютно не согласен поэтому сегодня я приготовлю несколько вариантов мозгов одни будут по моему варианту быстрого приготовления а еще два варианта будут такие как указаны в литературе приготовление мозгов самое важное это подготовка первое что мы сделаем это положим мозги в холодную воду на полтора-два часа за это время пленка покрывающая мозги разбухнет и кровеносные сосуды которые находятся в этой пленке легко снимутся мозги будут красивыми и аппетитными телящие мозги я положил в кастрюлю и залил большим количеством холодной воды теперь пройдет пару часиков телящие мозги лежали в воде два часа пленочка прекрасно разбухла и она очень легко снимается пленку нужно снимать в воде как написано она и так хорошо и легко снимается вот так мы снимаемся пленочку с мозгов я специально решил попробовать снимать пленку в воде как написано технологических картах но результат такой же если пленка хорошо снимается она снимается и с водой и без воды просто воде работать не так удобно телящие мозги я очистил пленки здесь было три мозга два из них чистились очень легко а третий чистился очень плохо я не знаю почему это случилось но вот так самое важное по первому способу который описан во всех справочниках мозги сначала нужно отварить их отваривают с морковкой и добавлением уксуса уксус добавляется для того чтобы немного уплотнить белковую ткань дело в том что белки при нагревании меняют свои свойства при нагревании до 50-55 градусов белки коагулируются и совершенно принимает другую текстуру при нагревании белка до температуры 80-100 градусов белки генотарируются полностью меняется их структура они сжимаются и перестают удерживать себе влагу поэтому для того чтобы мозги были более упругими в воду для варки добавляют уксус я выберу несколько холодильных мозгов заливаю их кипятком варим их 10-15 минут на очень-очень медленном огне добавляем морковку и уксус пока одна партия мозгов варится в воде с уксусом я подготовлю мозги для второго способа так как я обычно люблю их для этого мозги я разрезаю на небольшие куски телячьи мозги уже словились я их режу кусками они немножко уплотнились так панирую в муке у меня приготовлена соль с черным перцем я их солю панирую и жарю жарить я буду одновременно с мозгами которые старые и ясене ничего не как обычно толстостенная чугунная сковорода хорошо разогрета на ней растительное масло я выкладываю масло а 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 Мозги, панированные в муке, я обжариваю до золотистой корочки. Остырые мозги просто переворачиваю. По времени это было одинаково. Из-за того, что у меня на одной сковороде было две партии мозгов, одни у панировки, другие без, я не слишком сделал высокую температуру. Из-за этого мозги без панировки, которые сырые, запускали влагу, чтобы быстро зажариваться. Телящие мозги готовы. Сейчас мы будем дегустировать три способа приготовления телящих мозгов. Первый способ самый простой. Мозги отвариваются, поливаются растопленным сливочным маслом и подаются. Это первый. Второй способ. Мозги, вот они, были отварены, запанированы в обычной муке и тоже обжарены, поливаются растительным маслом. Вот этот ряд мозгов жарился вместе с панированными при не очень высокой температуре. Поэтому я еще раз повторно обжарил мозги из новой партии, уже на нормальной температуре. Пробуем. Для того, чтобы оценить вкус и аромат мозгов, я беру настоящий пшеничный дистиллят. Он очень ароматный, в меру крепкий и прекрасно подчеркивает вкус этого деликатеса. Прекрасно. Начнем с мозгов, которые были в панировке. Пахнет мозгами. Текстура нежная, с хрустящей корочкой. Мне нравится. Очень вкусно. Желаю всем процветания и здоровья. Отлично. Попробуем мозги вареные и политые растопленным сливочным маслом. Аромат нейтральный. Можно сказать, он вообще отсутствует. Текстура очень нежная, похожа на суфле. Или на подтаявшее мороженое. Интересно. Здесь есть еще хрустящая корочка. Здесь все очень мягко. Пока я не знаю, что выбрать. Итак, момент истины. Чьи же мозги вкуснее? По моему способу или по классической технологии? Прекрасно. Попробуем. Тоже. Аромат тоже такой же, как у жареных мозгов. Из первого способа. Они во рту растекаются. То есть текстура полностью отсутствует. Попробую сорвать еще раз с панированными и варенными. Ипотеки. И просто вареные. Друзья, я очень раздосадован. Потому что я всегда думал, что мозги по тому способу, по какому готовлю их я, прекрасные, элегантные и утонченные. Но, положа руку на сердце, все-таки, да, даже излишняя термическая обработка никак не испортила вкус мозгов. Поэтому мозги сначала отваренные, а потом запанированные в муке и обжаренные, имеют вкус и текстуру лучше. Извините, но я выбираю вариант номер один. Всем приятного аппетита. Готовьте по моим рецептам. Пишите в комментариях, что вы думаете о моем рецепте. Ставьте лайки. Пишите отзывы. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка внизу экрана вот здесь. И помните, друзья, кухня это самое спокойное место. Продолжение следует...